Здравствуйте, уважаемые мои подписчики! Сегодня я хочу продолжить тему о том, как из собственных рук выковать настоящее мощное жесткое оружие. И сегодня я хочу рассказать о роли, важности и функционале запястья в лучезапястном суставе, в постановке именно руки как оружия, о роли жесткости запястья. Дело в том, что рассматривая кулак как единый монолит, который сам из себя и представляет действенное оружие, нельзя не упомянуть о том, что кулак этот должен на чем-то находиться. Это как на копье, вот само копье, оно должно быть на древке. Вот, собственно говоря, место соединения оно не должно подвести. Дело в том, что какой бы мощный и жесткий не был кулак, но если он болтается в запястье, удар им никогда не будет мощным. Может быть им сильно щелчок можно выполнить какой-то там, которым можно разбить нос, губу, при удачном попадании в челюсть. Можно даже до нокдауна дело довести, а может и даже до нокаута, но вероятность этого крайне мала. Она просто ничтожна, потому что тогда работает только масса кулака, она включается в этот щелчок и все. Но если же у вас запястье забетонировано и кулак находится на мощном древке, то фактически вы обладаете натуральным молотком. Вот сам кулак выкованный и жесткий. Это молоток, а запястье и предплечье это древко или древко. Запястье оно вообще подвижное. Сам человек устроен так, вернее и в процессе развития, эволюции кисть у человека стала подвижная. Она очень подвижна, это очень хорошо, можно выполнять массу мелких каких-то движений, манипуляций. Но эта подвижность вокруг различных осей, в самых разных плоскостях затрудняет стабилизацию руки в каком-то определенном, нужном, собственно говоря, в каком-то положении. Трудно руку зафиксировать очень жестко, так, чтобы нельзя ее, условно говоря, даже пальчиком куда-то покачать. А почему еще так, в общем-то, происходит? Происходит это потому, что динамический стереотип самселовеческих рук, он, в общем-то, направлен на определенного рода движения, те, которые человек делает наиболее часто по жизни. А по жизни он пальцы чаще не разгибает, условно говоря, и запястье не разгибает, если это не мотоциклист, конечно, да, там, вот, а как правило, сгибает. И поэтому мышцы со стороны ладонной поверхности предплечья и со стороны ладонной поверхности кисти, они развиты гораздо сильнее, они мощные. А вот разгибатель гораздо слабее. Это легко проверить, взяв, условно говоря, штангу в руки вот таким вот образом. И таким образом вы тяжелую штангу сможете поднимать, а таким движением уже гораздо более легкое будет вызывать у вас очень сильное затруднение. Вот. И что получается? Получается дисбаланс в работе мышц. Получается, что если мы руку напрягаем и закрепощаем определенным образом, то всегда в стабилизации руки, в данном случае в запястье, будут участвовать и мышцы ладонной поверхности, и мышцы тыльной поверхности. Но так как мышцы ладонной поверхности сильнее, то во время киме тонус с их стороны гораздо сильнее. Почему часто происходит следующая вещь? Возникает удар, и кулак сгибается в этом ударе. Бам! И сгибается. Особенно это часто бывает у новичков, у которых не выработан правильный динамический стереотип, стереотип, вызывающий, вызываемый правильной межмышечной и внутримышечной координацией. Получается, что эти мышцы сильнее тянут, чем эти, и происходит сгиб. Но это еще полдела, да? То есть, вообще, в общем-то, становится понятно, что мышцы тыльной поверхности должны быть тоже развиты очень хорошо, чтобы стабилизировать кисть в правильном для удара положении. Но кисть еще качается и вот в этом положении. Вот в этом положении. То есть, аддукция, абдукция происходит. Да? То есть, отведение и приведение. А также еще есть движение супинация-пронация, да? Здесь это все тоже происходит в лучезапястном суставе. Так вот, какая суть. Если мышцы, ответственные за это, неразвитые, а также неразвитые элементы соединительно-тканные, и неразвитые связки, и сухожилия, то никогда не получится мощно зафиксировать руку в идеальном для, скажем, нанесения приема положении. То есть, вы будете бить кулаком, вы его правильно выставите, что вот эти две косточки, которые, ну, с реки, да, вы ими бьете, ну, пусть сам удар наносите, они выставлены правильно совершенно, и проекция идет на лучевую кость, все. Но происходит удар, удар, вы прикасаетесь до мишени, и у вас по инерции продолжает вперед двигаться локтевая кость. Локтевая кость. И мизинец с безымянным пальцем. И происходит вот такое движение руки. Такое движение руки. Опять же, при промахе может произойти совершенно обратное. Вы били этой частью кулака, но не попали, ну, промахнулись, и задели, предположим, локоть противника безымянным и мизинцем. У вас кулак летит, встретил сопротивление не по всей плоскости, а только частично. И происходит вот такое движение руки, такой залом. То же самое происходит на самом деле не только при промахе, а при работе по мешку. Так как первое сопротивление встречает именно, скажем так, ударные поверхности, она заглубляется, и оставшаяся часть, как бы, кулака, которая досталась сзади, она стремится при потере скорости руки вперед. Или наоборот, при давлении, при сильном, ее доставшаяся часть мешка будет отжимать назад. То есть получается, что кулак все время находится в каком-то колебательном, таком, собственно говоря, положении. Не зафиксированном. Это можно поправить, если развить те структуры, структуры, которые ответственны за то, чтобы закрепить запястье в правильном положении. Лучше какое-то другое слово подобрать. Не положении правильном, а в правильной конструкции. Должна быть как бы арматура в руке. И конструкция этого-то архитектоника, или архитектура расположения всех элементов, чтобы ее сохранить, нужно иметь те структуры, которые могут зацементировать, пусть даже на короткий момент, концентрации, то есть когда вы именно ударили, соприкосновение пошло, в этот момент должна произойти концентрация, в этот момент ваша рука должна стать абсолютно бетонной. И эта архитектура должна сохраняться до конца всего проведения приема. То есть только тогда, когда прием полностью завершен, вы продавили докуда хотели свой кулак, только тогда можно, соответственно, ослабить это напряжение. Ну это называется киме. То есть оно заканчивается, это киме. Киме в ударе появилось, вы закимировали, создали на короткий момент самчугунную чушку, и потом уже можно руку, собственно говоря, расслабить. Так вот, есть масса мышц, много мышц, да, ответственных за стабилизацию кисти в лучезапястном суставе. Ну кулака, соответственно, тоже. Это и разгибатели, и сгибатели, и аддукторы-абдукторы, и супинаторы-пранаторы. То есть те, которые ответственны за вращение. За супинацию и за пронацию. За абдукцию и аддукцию. То есть это важно. И вот все эти мышцы нуждаются в глубокой проработке, причем совершенно равномерной, и планомерной, и методичной. То есть, собственно говоря, уделить им нужно совершенно равное внимание. Неправильным подходом будет то, если вы посчитаете, ну у меня, собственно говоря, мышцы ладонной поверхности развиты и сильнее. Я вам сам об этом только что сказал. Они действительно у всех сильнее развиты. Вот. И поэтому, на самом деле, мне их не надо развивать, а мне бы надо заняться разгибателями, чтобы довести тонус в определенное симметричное состояние. Это неправильный подход. Правильным совершенно подходом будет являться то, если вы будете ими заниматься одновременно и в равной степени. Почему? Потому что те упражнения, которые я предложу вам для того, чтобы эти мышцы развить, они несколько специфичны. Это непростые фитнес-упражнения со штангой, дегантелями. Они имеют особенности некоторые. И поэтому ваши сильные мышцы ладонной поверхности, они тоже отчасти непривычны. Они сильные, да, но они непривычны к той нагрузке, которая будет именно даваться непосредственно в тех упражнениях, которые я вам дам. И поэтому, чтобы мышцы правильно работали и симметрично, симптом распределялся, надо будет заниматься всеми мышцами предплечья. Вот я уже на предплечья перескочил. Почему? Это важно. Потому что, я повторюсь, абсолютно почти все мышцы, которые сгибают-разгибают пальцы, сгибают-разгибают запястье, качают его и вращают, они находятся на предплечьях все, почти все. Вот. И поэтому для того, чтобы укрепить и сделать жестким кулак, нужно развить мышечные структуры, которые находятся на предплечье. Вот почему нельзя, опять же, рассматривать, собственно говоря, кулак отдельно от предплечья, от запястья. Да, можно его сделать, условно говоря, жестким в плане набивки, сделать жесткими поверхности, скажем так, ударные. Можно жестким сделать его за счет того, что пясные и запястные кости будут между собой плотно и жестко соединены. Но никогда кулак не станет жестким в полной мере, потому что вы не сможете сжать в полной мере сильно пальцы, если не будет развито правильно запястье. И вы не сможете стабилизировать ваш, собственно говоря, ну, кулак, ну, молоток, оружие ваше. А без стабилизации он превращается, в общем-то, в ничто. Нет, на самом деле нельзя говорить, что это ничто. Почему? Потому что даже если молоток, вот эту железную болванку, на пружинку подвесить и раскачать, и стукнуть, то это тоже будет, в общем-то, достаточно болезненно, если по голове ударить таким образом. Ну, не с размаха, а раскачать там, ну, или даже размаху. Но понимаете, какая вещь? Вот я имею в виду, вот эта пружинка, и вот здесь это, ну, болтается мало, только вот так вот. Раз и понесли, и здесь какое-то препятствие. Будет, конечно, там удар. Если голову поставить на это, то будет тоже, в общем-то, достаточно больно. Вот. Но гораздо сильнее это будет, если здесь будет жесткие конструкции, которые весят 100 килограмм, а это ваше тело, ну, не знаю, может, 60 килограмм, 57, там, 80, да. Жесткая конструкция, именно молоток, и само вот, ну, имеется в виду древка молотка, и молоток сам. Если эта конструкция поедет быстро и ударит, то вся масса этих 100 килограмм, она перенесена будет на мишень. Понимаете? Потому что жесткость, именно конструктивная, она позволит всей массе, а я уже забегаю несколько вперед, всей массе вашего тела войти в этот удар, всей массе вашей руки. Потому что будет именно конструктивная жесткость. Если конструктивной жесткости в кулаке не будет, в запястье, то сразу же будет все потеряно. Не передастся вся мощь вашего приема, даже при том, что это будет камень. Ну, понятная идея. Я ее, на самом деле, буду еще детально пояснять в других уроках. Вот. Она не является предметом разбора данной темы сейчас. Я просто хотел объяснить и показать, и доказать, что стабилизация в области запястья является одним из важнейших элементов для формирования руки как оружия, особенно при нанесении удара кулаком. Ассоциация должна быть четкая и строгая у вас. Я ставлю реперные точки на следующем. То есть, первое. Рука должна быть стабилизирована. Сам кулак, мы уже рассматриваем, что он жесткий. Это молоток, но он должен быть на древке. Если с древком соединения жесткого нет, то молотком таким очень трудно забивать гвоздь. Он будет отламываться от этого древка, слетать с этого древка. То есть, должна быть жесткая стабилизация. Вторая реперная точка. Для жесткой стабилизации предплечья, запястья, должны быть развитые структуры, которые этим занимаются. Для этого надо развить все мышцы и агонисты, и антагонисты, которые ответственны за разнонаправленные виды движения. За гибание предплечья и разгибание предплечья. За абдукцию и аддукцию, за супинацию и за пронацию предплечья. Они должны быть развиты в равной степени. Только тогда они смогут в момент максимальной концентрации все напрячься и как растяжки какой-то высокой мачты, как я приводил уже пример, стабилизировать это положение. Мачта почему не падает? Они в разные стороны тянут, вроде бы они друг другу противодействуют, но в итоге добиваются одной цели. Стабилизируют эту мачту в данном положении. Вот и мышцы, тянущие в разные стороны вмиг ткиме, будут стабилизировать запястье и кулак в нужном совершенно положении. И третья реперная точка. Абсолютно почти все мышцы, которые ответственны за движение кулака в лучезапястном суставе, располагаются на предплечье. Значит, соответственно, упражнения, которые стабилизируют кулак, они направлены на развитие мышц, находящихся на предплечье. Но это должны быть не общефизические упражнения. Они, конечно, тоже повлияют. Но они не поспособствуют развитию динамического стереотипа, важного для удара. То есть не будет той межмышечной координации, которая нужна именно в ударе, чтобы равномерный тонус был у разнонаправленно действующих мышц. Вот, собственно говоря, в этом и суть. Как это сделать, я объясню и расскажу. Значит, тема нашего следующего занятия, это будет укрепление предплечья, мышц предплечья. То есть, видите, мы уже прошли с вами запястье, перейдем на предплечье. Ну что, спасибо за внимание. До новой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!